Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в группу под названием Зуба, и неожиданно, ребятки, да, у нас сегодня черная пятница оказалась, и сегодня у нас есть первое предложение от разработчиков, вот такой вот черный сундук. Почему я опять записываю видео сегодня, да? Вопрос. Сейчас вы узнаете. Это необычный вообще вопрос. Во-первых, это первое предложение, то есть будут еще и другие. Какие? Я вот этого не знаю, но разработчики писали, что будут еще какие-то другие. И у них там вышла какая-то новость в Фейсбуке, если быть конкретным, они написали, что в эти выходные не забудьте следить за нашим магазином, чтобы увидеть разнообразные предложения, которые мы запускаем. Ну вот как-то так. Может быть что-нибудь новое, крутое, но пока что вот черный ящик есть. Что же по этому черному ящику? В общем, вы открываете, ну покупаете, открываете черный ящик и получаете, помимо того, что лежит внутри черного ящика, вы еще получаете дополнительные гемы. За 10 открытых черных ящиков вы получаете 40 тысяч гемов. За 3 всего лишь 2,5. Ну то есть, понимаете, да? 2,5 тысячи, 40 тысячи. Это просто 40 тысяч гемов! Алло! Интересно, почему разработчики такой байк устраивают, как думаете? Вот и я не знаю. Но, я не просто так записываю видео, разработчики прислали мне 3 черных ящика. И сказали, открывай и покажи, что же в них находится. Ну типа, что с вами из них выпадет. Поэтому мы сейчас будем это делать. Мы сейчас будем открывать черные ящики. Посмотрите, какие они крутые. Просто бать надо нам. Ну, как говорится, давайте откроем, посмотрим, что же нам выпадет. И... 2000 жетонов на финна! Ну что, получается, качаем 17 финна? М? И еще 3 награды. То есть, понимаете, 2000... Открываем дальше. В смысле 30 тысяч монет? Там же было 300 написано. Или я что-то не понял? Похоже, я что-то не понял. Нужно будет сейчас протестировать черный ящик в магазине. О! Дали легендарные шмоточки на Айрис. Это классно, потому что хочется ее протестировать с нормальными шмотками. И... Что же они там еще дают? Первобытный инстинкт! Е-бой! На кого? На Айрис! А, ну да. Какая же Айрис? Точно, это кролик Скиппи. Айрис же я еще не прокачал. Мне же на Айрис нету жетонов. А как же я могу его прокачать? На нее же нет жетонов. Логично. Ну, на кроликов Скиппи первобытный инстинкт. Это офигенно. Открывается уже второй у нас черный ящик. Давайте не будем тянуть и начнем открывать. И... Да! Офигеть! Ну шо? Ну шо, ребятки? Изи Айрис 12... 12 левел. Изи Айрис первобытный инстинкт. И смотрим новую имбу. Получается так. Офигеть! 2000 же... Как же фортануло-то, а? Еще бы на... Не, на Тоника не надо, в принципе. Я бы на Никса хотел. Вот честно, на кого хотел бы, это на Никса. Хочу его сделать 17 уровнем, посмотреть, что же будет. Ну, давайте дальше. 29 тысяч монет. Но мне, блин, почему-то казалось, что тут по 300 тысяч монет дают. Наверное, я все-таки ошибся. Наверное, если я ошибся, дали на Тоника 5 легендарных шмоток. Там всего выпадает в этом стануке 25 легендарных шмоток. То есть остальные мне компенсировали, получается. Канистру гелия на максимум прокачал. Как полезно, как полезно. И... Еще один первобытный инстинкт. Да за шо? Опять самая имбовая первобытная штука. Если что, этот первобытный инстинкт, он максимально бесполезен. Просто, знаете, 10 из 10 бесполезностей. Это первобытный инстинкт на основных фрэнков. Ну и последний, третий сундук. Фух. Да. Вот это сундуки. Вот это, понимаю. Хоть что-то, какое-то разнообразие в игре. Реально. Очень жесткие сундуки. Нужно еще один открыть. Так, ну шо? На Никса или на кого? А так можно было? А так... В смысле? 4200 жетонов. А докуда мне этого хватит докачать? Офигеть. Офигеть. Еще 29 тысяч монет. Сколько? 5? 10 легендарных предметов. Блин, шо-ка на Айрис не упали гранатки. Блин, сейчас бы гранатки на Айрис. Был бы кайф. Я бы сейчас так разваливал. Эх, а там только пятый уровень вроде как. Ооо, легендарные гранатки, блин. Ну, я имею в виду Боба Молотова. Ну, кстати, бинт тоже хорошо, потому что бинты понадобятся. Что на Яри, что на Тони. На Тони очень круто бинт работает, потому что вместе с бинтом и вместе с его пассивкой от Гиги он просто имбой становится. Ну и последний первобытный инстинкт. Три первобытных инстинкта за три ящика. На Дону. На Дону выпадает первобытный инстинкт. Фух. Чисто завезли кучу контента. Вот это, понимаю, ящики офигенные. Не то, что раньше, да? Ну, конечно, улыбочка. Там это, копилочка. Да, кстати, копилочка сейчас бесполезная. Она открывается почему-то только за деньги. Раньше она открывалась за гемы, теперь только за деньги. Поэтому я считаю ее полностью бесполезной и не советую никому открывать. Ну что, пофармили мы монетки. Сейчас мы перейдем немножечко в магазин. На секундочку буквально глянуть кое-что. А, да. Ммм, скидочку завезли. А что это у меня? Вот, ребятки, я сегодня записывал первое видео. Вот, видите, вот. А мне что-то показалось 300 тысяч монет. 300 тысяч монет мне показалось, там нужно будет изменить немножечко описание получится к видео. Получается. А то я как-то, знаете, там написал 300 тысяч монет за сундук. Он такой, ммм, 300 тысяч монет в сундуке. Я думаю, нифига себе, сейчас миллион монет за фарминг получается. Ага, сейчас. Ну, кстати, по скидке, по скидке, вот это годно покупать. Потому что за 80 баксов оно себя не окупает, но за, как говорите, ну, сколько это, меньше 80 баксов, наверное, 30 баксов, 35, где-то столько стоит. И получать его такой вот в единственном сундуке. Опять же, я не знаю, какой тут шанс на персонажа. В этом большая проблема. То есть 80 шанс на первобытный инстинкт, это максимальный шанс, который сейчас есть в игре. В легендарном сундуке он 75%, нет, 60-60%. И опять же, шанс на персонажа он не показан. Но я думаю, он здесь выше, чем в обычном сундуке. Надеюсь, разрабы где-нибудь про это напишут. Надеюсь, вы это увидите у себя. И напишите в комментариях, к примеру, какие там шансы. Ребятки, ну, сегодня давайте немножечко остынем. Буквально чуть-чуть. После этих просто... Эти сундуки. Кстати, мне гемы не дали. Гемы за три сундука не дали. Возможно, это только при покупке, если покупают, только тогда дают. Но опять же, я покупать не буду. Как бы нафармиться само все по себе. Но я к тому, что... Давайте немножко расслабимся на тонике. У нас сейчас легкие бои. Пойдемте в командный бой. Пойдемте в командный бой. Поиграем с командой красивых... Пылающих пуканов, да? Как это называется. Возьмем дефибриллятор. Вместо чего? Тоник достаточно жирный. Давайте вот так вот сделаем. И косточку заменим на что-нибудь более полезное. На что можно заменить косточку? На бинт, наверное, заменить. Вот с такой вот интересной и бесполезной сборкой. Ну, конечно, она полезная, да. Потому что здесь хил очень жесткий. Ну, короче, поиграем вообще такой сборкой. В командных боях. Ну, немножечко переведем дух после такого открытия сундуков. Ну, вот реально, после скольких двух лет легендарных сундуков зуби, ну, оно приелось, да. И тут такие сундуки вводят жесткие. Я могу вам посоветовать, ребят. Единственный случай, покупать, наверное, эти сундуки. Это то, что вам очень хочется перевопытный инстинкт. Это раз. А во-вторых, это, наверное, из-за того, что... Блин, там лук. Ну, возьмите кто-нибудь лук. И, блин, сейчас, короче, договорю, а то сложно, сложно. И, наверное, единственный случай, когда еще стоит купить, это когда огромная скидка. Вот там скидка была сейчас... Ммм, сколько там? 50%, да, у меня скидка была? Вот, я думаю, если будет скидочка пожестче, или примерно такая же, то стоит покупать. Потому что, реально, густы очень крутые. К примеру, таких сундучков накупить, там, по этим скидкам в Черную Пятницу, там, как говорят разрабы, это будут все выходные. То это будет очень жестко, и можно будет очень нехило так пофармить. Конечно же. Включая гемы. Особенно, если вы откроете 10 ящиков. Ну, блин, 40 тысяч гемов за 10 ящиков. Это вот, знаете, как стартануть в зубе. Просто берешь, открываешь 10 черных ящиков, тебе выпадает 10 персонажей. Ну, я просто утрирую, конечно же. Я не знаю, какой там шанс на выпадение персонажа. Надеюсь, вы напишите, я об этом узнаю. Но он там по-любому высокий. По-любому выше, чем в легендарном ящике, который сейчас составляет 7 и 3%, да. Есть там шанс по-всюдуки повыше. И за счет этого можно будет реально жестко бустануться. Потому что это либо 8 первобытных инстинк, ну, блин, там 80% на первобытный инстинк. Это, считайте, 100% на первобытный инстинк получается. Ух, реально офигенные ящики. Конечно, монет хотелось бы, наверное, все-таки 300 тысяч. Да, хотелось бы 300 тысяч все-таки. Блин, ну, я немножечко, это самое, немножечко удивлен. Совсем капельку таким количеством огромным сундуков. И вот этим вот. Ну, это, знаете, такой уровень байта, который приятно даже иногда ощущать. Потому что, если мы посмотрим на то, что было раньше у разработчиков в плане доната, ну, что-то не очень, да. А сейчас прям вот этот сундучок, он как-то вдохнул жизнь в игру. Очень странно, как-то сейчас проходит командный МБИ. Я не понимаю вообще, где противники. Отдай, отдай. Хочу, не отдала. Жадина. Жадина не отдает мне легендарный сундучок. Вот такой, точнее, легендарный этот. Как его? Легендарный, блин, лук. Сейчас бы так побахали. Вот представь себе, ребятки, как мы сейчас побахали бы. Да? Ну, ладно, пусть Яра тоже ходит с легендарным луком. Вот, знаете, в чем проблема? У Яры легендарный лук. Он... А нет, он хорош, он хорош. Я ошибся. Это легендарное копье было бы плохое. Потому что оно пока сведется, пока вы им нацелитесь. Поэтому там очень все из этого проблемы. А легендарный лук, это да, это приятно. Хотя, как я считаю, вот такой вот пулемет. Видите, 4 выстрела, и они вылетают почти одновременно. Вот, почти, практически одновременно вылетают. Даже 5 там вылетаются, да? Ну, в общем, вроде 5. И, и за счет этого, они просто нереально крутые. Опа, тут змея Айрис. Кстати, можно направить сейчас на змею. И получить преимущество. Ну, в плане того, что, если гиги направить на змею, то она будет его преследовать. Ну, змею преследовать, да? И, по идее, можно будет в кустах полить ее. Но, опять же, там дистанция очень маленькая на Тоне. И гиги все равно потом оторвется и вернется назад. Кстати, сундуки засчитались мне по квестику. Блин, еще надо 3 сундука открыть. Почему 3? Ну, там нужно подкрывать сундуки, чтобы было больше... Ну, конечно, чтобы закрыть квестик, там, возможно, получу скинчик. Но, опять же, у нас проблема сейчас в игре, это то, что очень много скинов, которые есть в игре, они не добавляются в шапочку, которая есть за ивент. Но, опять же, ивенты скоро обещают переработать. И, судя по тому, как действуют разработчики, возможно, у них даже все наладится скоро. Кстати, они скоро сделают игру идеальной. Шучу, конечно, слишком невероятно, да? Но это очень даже возможно. Очень возможно. Вахаем, направляем. Пока что у нас все нормально. Надо побивать сейчас противников здесь. Похилимся. Возьмем аптечку сейчас. Для чего я беру аптечку? Чтобы с уюзником она взялась, потому что с уюзником, видите, многие без аптечки были. Без второй, по крайней мере. Надо Брюсика здесь добить. Красавца этого. Он просто стоит себе, ему... Ну, короче, какие-то странные ребята против нас попадаются. Ну, наверное, из-за того, что я слишком жесткий получаюсь. Хотя в прошлом бою у нас была 13-я Яра. Ну, это, наверное, Яра-абузер, хотя... Я не советую никому обузить. Хотя... Ну да, там же легкие бои. Зачем она зашла в командные? Тут же больше рейтинга дают. Странно очень. Ну, то есть, обузить в командных боях, ну, так никто не делает. Обычно все обузят в... Легких боях, потому что там изи делается победу. Изи победы, и рейтинг поднимается в маленьком количестве. И за счет этого очень все круто получается. А тут эта Яра по 13-й уровню зашла. Может, тоже как я открыла черные сундуки и прокачалась? Возможно, возможно. Блин. Я только сейчас, кстати, ребятки, подумал, что надо было дождаться золотую лихорадку и скрыть сундуки на золотую лихорадку. Вот это я, конечно, этот... Пропустил, получается, лайфхак, да? Получается. Блин, вот можно было бы сундуки покупать, знаете, как в инвентарь какой-нибудь, да? Было бы классно. Потому что взял потом на золотую лихорадку и кучу вот наоткрывал, и было бы вот... Ну, опять же, это бы сломало немножко экономику игры. В плане того, что, ну, сундуков бы стало меньше. Точнее, ребята бы просто копили сундуки, потом бы на золотую лихорадку открывали. И получали бы огромное преимущество, да? За счет монет, потому что x2 как бы. Ну, опять же. Раза бы тогда не делали бы золотую лихорадку никогда. Вот, знаете, какая-то палка о двух концах получается. Либо-либо, да? Поэтому пусть лучше она хотя бы будет иногда. Опять же, я всем советую в плане этой золотой лихорадки. Мне кажется, разработчики будут ее делать снова и снова. Для них это, как бы это сказать, они на короткий промежуток времени немножечко дают больше монеток, да? Немножечко. Но за счет этого немножечко они поднимают очень много, наверное, бабла, скорее всего. И по этой причине эта золотая лихорадка будет повторяться достаточно часто. Я так думаю. Ля, там бачок врывается. Ты шо, ленидарное копье? А ну отдай. Отдай. Мое копье. Гиги меня сейчас дохилит. Она хилит Брюса, смотрите. Брюса, моя Гиги хилит Брюса. Видали? Красиво, красиво. Ля, ты... Вы видели? Вы это видели? Она меня оттолкнула специально, чтобы я не забрал. Ах ты, безобразница. Я так хотел пострелять. Точнее, подвигаться на копье легендарном. Беспредел. Вот же беспредел на Джейд, а. Куда? Блин, у вороты. Просто у вороты от кенгуру. Джейд, а ты куда? А ты куда собралась? На тебе, дробовичком. Красивенько добиваем. Ну блин, опасный момент был. Джейд меня почти развалила. Ну, был у нее шанс, конечно, был. Но, как видите, тоник не такой уж прям эмбовый. На нем нужно держать постоянно вот этот момент с луком. То есть, вам всегда нужно с луком 100% стрелять. И тогда это будет, ну, адекватный 100% геймплей на тоник, который будет вам приносить победки на изи. На это все, ребятки. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Ставьте свои комментарии. Что думаете по поводу этих золотых сундучков? Стоит ли их открывать вообще? Как бы, когда цена на них там 30 долларов, я думаю, это норм. Но, я считаю, что... Ну, плюс-минус. Смотрите лучше по своему понятию, оно вам нужно или не нужно. Это все. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok